Всем Маус, с вами Чешир. Вот уже как 2 месяца прошло от нового года. Весна наступила, скоро солнышко, травка, зайчики и вот это вот все. Но мы же тут ради Айона, да? И как многие знают сейчас у нас стоит обновление под номером 2.5 и гордым названием последняя глава. Такое название само собой уже является жирнючим таким спойлером, а значит надо выяснить что уже будет дальше с нашей любимой игруленкой. С чем сейчас и будем разбираться. А перед началом как всегда не забудь прожать свой весенний лайкосик, подписаться на канал если еще не подписаны и проверить всякие полезные ссылки в описании, где есть наш дискорд или уютненький телеграм, куда приходят адекватные вовремя уведомления о стримах, есть твич, где мы проводим ленивые стримы. Ну а если никогда не играл в Айон или хочешь вернуться после долгого перерыва, тыкайся по ссылке и получай всякие вкусные бонусы, которые тебе помогут в развитии твоего персонажа. Всем заранее спасибо, а мы погнали. Итак, для того чтобы нам разобраться, что же вообще ожидает Айон в ближайшее время, обратимся к дорожной карте и тому опыту, который исходит от корейских серверов. Как мы выше обозначили, сейчас у нас стоит обновление 2.5 под названием последняя глава. Собственно оно является заключительным в том понимании Айон классик, как мы привыкли. Что у нас сейчас есть? Даншпхасумандир, пещера Мариса, 55-я рыжая пвп, экипировка гарнизона и вот это вот все атрибуты как раз старого Айона. Да, есть небольшие нововведения типа темпуса, респамеровых РБ и так по мелочи, но концептуально это все еще Айон классик, тот старый, со всеми его механиками и понятными нам уже десятилетиями закономерностями. Дальше я пройду сначала полностью по хронологии, ожидающей нас в будущем, а потом уже выдам комментарий по этому поводу. Следующим апдейтом нас ждет Айон Ревенант. Хочется сразу пояснить чуть-чуть для масс. Многие по привычке дают нумерацию по следующим обновлениям, но по факту корейцы отказались от цифр. Да, даже я по привычке называю следующее обновление 2.7, но это слегка неправильно, поэтому постараемся все таки употреблять Ревенант. Приедет к нам данное обновление где-то во втором квартале 24 года, то есть значит с апреля по июнь. В него будут входить такие важные изменения как новый класс каратель, новая локация Телос, я так подозреваю парочку новых данжей и изменения в ангисонике Элькмаросе туда добавит базы по типу как в каталамах, ну и естественно чуть-чуть в другом виде. После этого в третьем квартале 24 года, июль август сентябрь к нам приедет Айон Версус, который принесет нам повышение максимального уровня до 58, новую переделанную локацию Белуслана Сфеты, новых мировых боссов, новые данжи и ребаланс классов. Четвертый квартал, или квартал, октябрь, ноябрь, декабрь ознаменуется под названием Айонс Доминанс, в который будет входить осада этой самой новой локации в Белуслане Асфеты, также новые данжи, вот тут вот прям вкусненько новую ПВЕ экипировочку и функцию смены класса. О да, детка, это то, что игроки просили еще начиная с 2010 года. Лучше поздно, чем никогда. Ну а новый 25 год уже начнется с апдейта Айон First of Eternity. По сути, если следовать старой нумерации, это что-то по типу 3.0, и туда как раз войдет новый максимальный уровень 60, новый класс Боец, новая локация Лапран, новая ПВП экипировка, изменение интерфейса, система ПК и ребаланс классов. Чтобы вы понимали наше с вами отставание от Кореи, то они уже с конца 23-го играют в First of Eternity. А теперь немного истории ломания Айона. Изначально, в далеких 2007-08 годах Айон стартанул и все было хорошо. Мы играли в 1+, 2+, 3+, и все эти версии следовали плюс-минус одной механике и одному концепту. Далее приехал 4+, со своими бардами, пилотами и ганерами. И вот как бы кто ни кричал, что они не вписываются в мир Айона, плак! Они замечательно вписывались и даже следовали канону самой игры. А кто не верит в это, тот просто слепой и не в состоянии посмотреть на тот же плавник. Где уже бегали НПС с мушкетами и пушками, босс-механик являлся по сути роботом-пилотом, ну а барды всю жизнь стояли в главных городах Элизиуме и Пандемониуме. Ну ладно, это не суть, это спор о вечном. Но самое главное, сама по себе версия 4+, была основана на той старой механике и следовала концепту изначально Айона. Да та же вода для точки бижутерии не ломала этот концепт. А вот потом 4-8+, 5+, и началось. Полный слом механики экипировки, полный слом механики заточки, полный слом механики вставки камней, полный слом механики статов персонажа и полный слом механики скиллов с их заточкой. Но корейцам показалось этого мало и поэтому они еще раз это все сломали в 6-х версиях, ну а дальше многие знают 7+, 8+, и так далее. И Айон превратился в Айон Актуалл, на котором играет там 100-200 человек сейчас. И вот возвращаясь к теме нашего ролика, пока что, тьфу, новое развитие Айона ничего этого не ломает. Да, добавляются новые классы, новые данжи, РП, экипировка, локации и прочее прочее. Но основная механика и концепт Айона, таким как мы его знаем, грубо говоря Айон Классик, сохраняется. Это все видно по корейским стримам. Даже когда визуально в каком-то из апдейтов поменяют интерфейс, с самим концептом игры ничего не случается. И вот это все радует. Ну и подход к введению новых классов слегка, как я понял, чуть-чуть изменится, судя по той же Корее. Их не делают имбалансными, привет ганнеры и художники. Они по своей силе адекватно плюс-минус вписываются в существующую иерархию классов. Так что пока смело можно сказать, что корейцы НЕ наступают на старые грабли, а идут новым путем для Айона. А вот куда оно уже нас приведет, это мы сами узнаем щупая и играя. Так что ждем следующего обновления, которое кстати уже не за горами. Держим кулачки и надеемся на лучшее. Кстати, там корейцы чуть-чуть приоткрыли завесу над более дальним будущим Айона. Для нас дальним, но не для самих игроков в Корее. Вроде как, собираются возвращать пусть и переделанными Сарфан, Тиамаранту и Каталамы. Ммм, будем посмотреть. Как-то так, всем спасибо за просмотр, как и сказал выше ждем, надеемся, ставим лайкосики и естественно не забываем вкусно кушать. Всем приятного аппетита и пока.